Всем привет! Многие знаменитости прошли через поиски своего идеального образа. Для этого кто-то экстремально худел, кто-то много раз красил волосы и менял прически, а кто-то обращался за помощью к пластическим хирургам. После таких экспериментов некоторые звезды изменились до неузнаваемости. Сегодня предлагаем вспомнить самые яркие преображения российских звезд. Глядя на эти фото прошлых лет, сложно понять, кто это вообще. Многие сильно удивляются, узнав, что на снимках Эвелина Хромченко. Узнать в этой простушке икону стиля и главного модного эксперта просто невозможно. Ольга Бузова за последние годы кардинально изменилась, превратившись из блондинки в роковую шатенку. Ее губы стали пухлее, так как она сделала себе контурную пластику губ. Певица также изменила скулы и сделала себе ринопластику. Некоторые считают, что Ольга до сих пор делает себе уколы красоты, чтобы поддержать свою внешность. В этой улыбающейся девушке с пухлыми щечками и буйными кудряшками мало кто рассмотрит черты знакомой нам Яны Рудковской. А ведь сегодня ее считают одной из самых строгих и суровых женщин российского шоу-бизнеса. Поклонники считают, что преображение Рудковской очень идет. Узнать актрису Марию Горбань на старых фотографиях задача непростая. Сыгравшая в сериале «Простые истины» девчонку в желтой кофте, Маша выросла и превратилась в настоящую секс-бомбу. Пухлые губы, выразительные скулы, точенный носик, голливудская улыбка. Спасибо грамотным пластическим хирургом и стоматологом. После всех манипуляций Мария действительно засияла ярче. Голубоглазая блондинка с высокими скулами и пухлыми губами – так сегодня выглядит Екатерина Варнава. А многие помнят времена, когда звезда Comedy Woman была жгучей брюнеткой с карими глазами и выдающимся носом. Пухлых губ и острых скул, кстати, не было. Екатерина говорит, что все эти черты лица появились у артистки после того, как она сбросила 20 килограммов. Пластических операций она не делала. Валерия, которую мы привыкли видеть в образе хрупкой блондинки, не всегда была такой. В начале своей карьеры певица успела побывать и брюнеткой, и рыжей, а к нынешнему цвету волос пришла только в 2003 году. Глядя на эти снимки, кажется, что это два разных человека. Самое удивительное, что на старых фото певица выглядит гораздо старше себя сегодняшней. Стоит заметить, что Валерия не прибегала к услугам пластических хирургов. Тот самый случай, когда кардинальная смена прически и техника макияжа творят настоящие чудеса. Одно из самых удивительных преображений случилось с Полиной Гагариной. Из пухленькой невзрачной брюнетки она превратилась в стройную роковую блондинку. Услугами пластического хирурга Полина не пользовалась, а работала над собой активно сама, уделяя много внимания правильному питанию и регулярным тренировкам. Те, кто помнят Алену Водонаеву времен, когда девушка только пришла на Дом-2, вспомнят ее рыжие наращенные волосы, черные брови и наряд роковой соблазнительницы. К счастью, весь этот кошмар остался в прошлом. Сегодня Алена выглядит куда более стильно и элегантно, чем 10 лет назад. Поклонники творчества Надежды Кадышевой помнят образ простой русской девушки, в котором выступала певица в начале карьеры. С тех пор многое изменилось, стиль Надежды стал более ярким и вычурным. Маша Распутина уже в молодости имела яркую внешность, подтянутое тело и запоминающиеся слегка заостренные черты лица. Но после рождения дочери певица захотела стать еще привлекательнее и обратилась к специалистам. В результате многочисленных операций бывшую Распутину сложно узнать, но это не мешает иметь свою армию поклонников. Пелагею часто подозревают в пластических операциях. Сама певица предлагает всем особенно подозрительным не пытаться выяснить подробности того, чего нет, и уверяет, что просто похудела благодаря правильному питанию. А также шутит, что если бы и решила меняться с помощью пластического хирурга, то сделала бы себя покрасивее. Многие также отмечают, что после встречи со своим супругом-хоккеистом Иваном Телегиным, Пелагея стала краситься более ярко, перекрасила волосы в платиновый блонд и начала одеваться более соблазнительно и эффектно. Певица не спорит и признается, что хочет быть идеальной и самой красивой женщиной для своего мужа. Светлана Лобода из не самой яркой участницы группы Виагра превратилась в суперзвезду. Именно так она себя теперь называет. И многие с этим согласны. Она стала регулярно работать над собой и превратилась в очень эффектную блондинку с стальным прессом. Начала выбирать для выхода в свет и съемок более необычные, запоминающиеся и дерзкие наряды. Но с губами артистка все-таки переборщила. Как считаете? Ведущая Дом-2 Ксения Бородина заметно преобразилась, когда похудела. Своими секретами стройности она поделилась в своей книге. Также Ксюша отказалась от длинных волос, кудряшек, наращенных прядей, слишком смелых нарядов и броского мейкапа. Теперь у Ксении стильное каре и гардероб далекий от нарядов типичной девушки в активном поиске. Звезда молодежного сериала «Универ» Анна Хилькевич тоже кардинально изменила свою внешность. Актриса похудела и перекрасила волосы, у нее изменились губы и нос. Правда, сама Анна в своем инстаграм, а также в многочисленных интервью, активно доказывает отсутствие хирургического вмешательства. Тем не менее, преображение актрисы очевидно, и поклонники не верят ее оправданиям. Кэти Тапурия сейчас тоже отдаленно похожа на себя в прошлом. Певица призналась, что сделала ринопластику, якобы по медицинским показаниям. Возможно, дышать Кэти действительно стало легче, но главное, форма носа изменилась кардинально, что, кстати, очень ей идет. Ольга Картункова непременно заслуживает почетное место в этой подборке. Участница популярной передачи «Однажды в России» смогла изменить себя до неузнаваемости. Картункова заметно похудела, сменила цвет волос и имидж в целом. Со стороны звезда даже как будто стала выглядеть моложе. Такое преображение явно достойно внимания. Юлия Волкова в момент пребывания в группе «Тату» и сейчас совершенно два разных человека, а все благодаря эстетической медицине. Она изменила овал лица и увеличила губы. Не обошлось здесь и без инъекций красоты. В молодости Вера Брежнева была совсем не такой, какой мы знаем ее сейчас. Стройная, жгучая и веселая блондинка во время учебы в институте носила очки и обладала короткой стрижкой, да и вообще была рыжей. Ну и куда же в нашей подборке без Маши Малиновской. Не так давно девушка все же уменьшила свои губы, признав, что их былые объемы выглядели, мягко говоря, непривлекательно. Другим разочарованием для Маши стала пластика груди. Телеведущая неоднократно жаловалась, что результат операции ее сильно расстроил, грудь получилась разного размера. А вообще, глядя на фотографии Маши в разные годы, можно проследить, как сильно изменилась ее внешность. С годами до неузнаваемости изменилась и внешность Веры Алентовой. Мимика актрисы практически сошла на нет, а в лице появилась асимметрия. И все это произошло не из-за естественного хода старения, а из-за ряда пластических операций, которые назвать удачными, к сожалению, нельзя. Свою первую пластику, круговую подтяжку лица Вера Алентова сделала еще в конце 90-х и, увы, на этом не остановилась. Выпускница фабрики звезд Наталья Подольская не перестает удивлять поклонников изменениями своей внешности. С каждым годом она выглядит все лучше и лучше. Чтобы нос имел идеальную форму, Наталье пришлось пережить двери на пластике, но зато теперь она довольна результатом. Еще до похода к пластическому хирургу Ханна уверенно участвовала в конкурсах красоты. Победа и признание не остановили девушку, и сейчас она выглядит совсем иначе. Пухлые губы, аккуратная форма носа, выразительные скулы, стандартный пакет пластических операций, идеал, к которому стремятся многие девушки. Алена Шишкова изначально обладательница достаточно аккуратных черт лица. Но контурная пластика и пластическая хирургия позволили ей превратиться в женщину-вамп, если так можно выразиться о голубоглазой блондинке. Алена по чуть-чуть изменила и нос, и скулы, и губы. Изменилась внешне с годами и еще одна экс-виагра Анна Седокова. Певица не боится признаваться, что делала пластические операции, в том числе и по исправлению носа. Хотя фанаты Анны считают, что носик нужно было оставить свой, с ним она смотрелась намного симпатичнее. Виктория Лопырева проделала огромную работу над своим лицом. Ринопластика, возможно, даже не одна. Удаление комков Биша, диеты, кардинальная коррекция бровей и так далее. Точно проанализировать то, что сделала с собой Виктория, сможет только пластический хирург, а мы просто видим результат. Пиши в комментариях, кто на твой взгляд изменился до неузнаваемости. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!